Пожарные машины проезжали и скорый проезжал. Густой дым, десятки пожарных расчетов, бригада скорой помощи. Возгорание произошло на заводе этилена. Пламя охватило нижнюю часть ректификационной колонны. В небо поднялся огненный факел высотой 3 метра. Сообщение о пожаре поступило в 8 часов утра. Самый разгар рабочего дня. На тушения были брошены все силы МЧС. Известно, что сейчас на месте ЧП от МЧС России работают 17 единиц техники и более 40 спасателей. В половине девятого огнеборцы дали информацию. Пожар локализован. Угрозы для населения Нижнекамской и окружающей среды нет. Сами же сотрудники завода решили не афишировать ЧП и уверяли, что это были учения. Учебно-тренировочные занятия. Пожара нет? Не было. Они заехали и сами выехали? Может пути? Где нет такие? Может, чьи-то там. Всякое может быть. Позже предприятие опубликовало официальную информацию. В ней говорится, что на одной из установок произошла разгерметизация фланцевого соединения и взгорание газа. Сейчас на месте происшествия работают дознаватели. Именно они установят точную причину пожара. По прибытию было установлено, что пожар произошел на наружной установке цеха 2107. Это завод «Итилен». Возгорание было ликвидировано. В результате пожара погибших, пострадавших нет. Отметим, что это не первый случай ЧП на Нижнякамснефтехимии. 19 апреля на заводе из Апрына Мономера произошел пожар. Пострадали 17 человек. Четверых спасти не удалось. Пять месяцев шли проверки. По их результатам предприятия оштрафовали на 1 миллион рублей. Альбина Валеева, Фахри Исламов. Новости НТР.